это случилось под самый новый год поздним вечером 30 декабря 1906 года по старому стилю в городе житомир российской империи в семье учителя русской словесности родился мальчик назвали его сережей как покажет время это чудесное событие станет важным не только для этой семьи но и для всего мира когда мальчику было четыре года он гостил у бабушки в городе нежин и там произошло удивительное для тех лет события в этот город на поезде был доставлен самолет а потом лошадях его перевезли на ярмарочную площадь и там подготовили к полету бабушка и дедушка с внуком на плечах отправились на площадь маленький сережа был потрясен когда приехала его мама он взволнованно рассказывал ей что сам видел как полетела машина с крылышками и в ней сидел человек из воспоминаний сергея королева шел 1929 год не было тогда что-то около 23 вместе с друзьями мы уже в то время увлекались планеризмом самолетостроением разрабатывали небольшие собственные конструкции приехали мы в калугу утром в деревянном доме встретил нас высокий старик в руках его был слуховой аппарат в виде рупора из жести говорил циолковский энергично обстоятельно минут за 30 он изложил нам суть своих взглядов когда я с присущей молодости горячностью заявил что отныне моя цель пробиться к звездам циолковский улыбнулся и сказал это очень трудное дело молодой человек поверьте мне старику это дело потребует знаний настойчивости терпения и быть может всей жизни в советском союзе после циолковского было много энтузиастов ракетного движения в частности в москве была создана группа изучения реактивного движения гирд сокращенно гирде королев был основным техническим руководителем они делали ракеты ракеты конечно это были небольшие но тем не менее их доводили до пуска проводили пуски этих ракет в подмосковье 17 августа 1933 года был осуществлен первый удачный пуск ракеты гирд поскольку работами гирда руководил тухачевский тухачевского обвинили что он враг народа посадили его ну и взялись за тех кто с ним работал письмо в райком партии о том что они там занимаются не той деятельностью которой надо все сводило к тому что они тратит государственные деньги что они вредители вредители решением военной коллегии верховного суда ссср от 27 сентября 1938 года королев был осужден к десяти годам тюремного заключения и он добывал золото на колыме на прииске мальдяк вместе с уголовниками это конечно был ужасный период жизни его и нашей всей нашей семьи там сергей королев тяжело заболел цингой от смерти его спас другой заключенный михаил усачев бывший директор московского авиазавода знавший королева еще на свободе усачев помог устроить его в санчасть граждане и гражданки советского союза сегодня в четыре часа утра германские вооруженные силы началась война и наши руководители поняли что вообще заглушили очень мощные направления вооружения была создана шарашка в казани вот там стали всех собирать про королева тоже конечно сразу стало известно ядро мозг каждой группы в казани составляли заключенные а весь аппарат конструкторы технологии чертежники копировщики был вольно наемным в этом странном человеческом сообществе коллектив ракетчиков держался обособленно работа их считалась совершенно секретный здесь сергей павлович королев со свойственным ему энтузиазмом отдается любимому делу он работает над сокращением длины разбега самолета при взлете и над повышением скорости самолетов во время воздушного боя его назначают главным конструктором группы реактивных установок в июле 1944 года по личному указанию сталина сергея королева досрочно освободили из заключения со снятием судимости но без реабилитации потом он приехал москву в сорок четвертом году бабушка и мама спросили что ты думаешь делать с теми людьми которые на тебя там что-то наговорили он сказал пусть им будет совесть собственная совесть будет им судьей я ничего делать не буду после окончания войны наши ракетчики были направлены в германии для изучения немецкой трофейной ракетной техники мозговым центром всей космической кооперации этой был конечно совет главных конструкторов товарищ глушко товарищ кузнецов товарищ пилюгин руководитель группы главных конструкторов товарищ королев он был главным среди главных никто не говорит это мое а это твое это наш если вы думаете что главный конструктор допустим какой-нибудь системы или корабля чтобы он творец этого корабля главного конструктора есть свои прямые обязанности за которые он и морально и по закону несет прямую личную и единоличную отец пятьдесят третьем году отец прислал письмо которому он написал что я очень рад что наша могучая в кавычках кучка могучая кучка это большая сила я очень рад чести работать с моими товарищами в течение одного только 1954 года королев одновременно работал над различными модификациями ракеты r1 закончил работу над r5 и наметил 5 разных ее модификаций завершил сложную и ответственную работу над ракетой r5m с ядерным боевым зарядом шли работы по r11 ее морскому варианту r11 fm и все более ясные черты приобретала межконтинентальная r7 скажем исходные спорят по ним сотни людей в течение трех месяцев наступает момент когда эти данные должны быть утверждены вот за утвержденные данные по закону и по совести ответственность несет персонально и единолично главный конструктор за методику за безопасность ведь можно методически построить работу так что не все предусмотреть но жизнь не обманешь по заявлению военную прокуратуру от 30 мая 1955 года сергей королёв реабилитирован за отсутствием состава преступления конечно если бы не моя бабушка мама сергей павловича и поддержка летчиков нас знаменитый гром бы и грязодубы конечно отец погиб бы на колыме это точно и первый спутник вряд ли был наш из воспоминаний раушен баха работать сергей павловичем было трудно но интересно и повышенная требовательность короткие сроки в которой он считал нужным завершить очередное задание и новизна таящие в себе не только приятные неожиданности все это заставляло всех работавших с ним постоянно находиться в состоянии сильнейшего нервного напряжения работа шла буквально днем и ночью и выходные там люди жили месяцами степь казахская никакой цивилизованной инфраструктуры там не было там не было понятия рабочего дня люди шли на работу тогда когда они там требовались и никто не думал о зарплате не заработать они туда приходили они шли туда на очень интересные дела 4 октября 1957 года в ссср произведен успешный запуск первого спутника тогда за эту уникальную работу правительство советского союза удостоила сергей павловича наград и подарка пятьдесят девятом году в ноябре сергей павлович вместе с ян иван и въехал в этот дом люди когда приходят сюда видят удивительно скромную обстановку которая никак не напоминает о том волевом жестком главном конструкторе каковым был сергей павлович но видят здесь дом человека удивительно доброго и очень скромного первое знакомство с академиком сергеевым я вам сразу говорю что он в то время сказал королев нигде не упоминалось он был академик сергеев мы первые встретились это было лето 60 года когда он решил познакомиться с нами с первым отрядом а потом задавал вопрос почему откуда кем работал чем увлекаешься слушал внимательно слушал но буквально каждую сверлил глазами а на что ты способны а что у тебя там внутри вот вы знаете он человека как-то чувствовал очень здорово вот гагарина он же выбрал из шестерки которая была сразу и не каманин не вершинин никто а королев предложил гагарина и гагарин стал космонавтом номер один я дарил один как слушайте меня ну-ка вам транслировать команды прием из воспоминаний раушенбаха после старта гагарина когда никто из нас уже ничего не смог бы сделать или поправить нарастающее нервное напряжение достигла своего апогея сообщение о благополучном приземлении мгновенно сбросила его и лишь в эти минуты сергей павлович наконец был охвачен чувством радости в небольшом самолете ил-14 в котором мы летели к месту посадки все вели себя шумно и радостно как студенты первокурсники удачно выдержавшие первый экзамен если вы почитаете королева то его высказывали можно разобрать просто на крылатые фразы он ведь был человеком мечтателем но мечтать мечтателем сугубо прагматичным техническое образование давал ему возможность приземлять свои фантастические глобальные планы до уровня чертежей проектов успешных он так любой великий человек думал на десятилетий вперед и горизонт планирования для него был именно такой который должен быть у великой страны советской науки выбрала высокая честь провожать дорогу в космос время через космос будут пассажирские а дальше межпланетные сообщения мы отдыхали вместе семьями том числе в крыму и был период как раз когда они готовились к первым запускам на луну и вот об этих планах рассказывал сергей павлович глядя на звездное небо находясь на крыше санатория конечно обязательно а какие были сомнения конечно прилетим тогда проектировалась и отрабатывалась новая ракета супер ракета с грузоподъемностью в 95 тонн это королевская была мечта своя ракета свой корабль облет луны посадка человека на луну это время у королева велась работа над межпланетным экспедиционным комплексом тяжелым межпланетным кораблем с перспективой полета на марс человека выполнение упражнения готовы и он целенаправленно шел к ней но реализовать ему не удалось вот смерть преждевременная в январе 66 года помешала то мы с юрием гагариным завтра операция а мы у него были долго сидели в его палате обо всем говорили говорили о марте говорили о луне и ушли мы с юрой довольно поздно а на следующий день вот это была большая трагедия мы его оплакивали но как очень близкого и родного человека наверное никто нас так не умел любить и ругать как сергей палоч королев обожали мы его просто обожали 12 января 2022 года выдающемуся конструктору космических систем академику дважды герой социалистического труда сергею павловичу королёву исполнилось бы 115 лет ему было отпущено всего 59 лет земной жизни за которой сергей королёв фактически создал основу отечественного ракетостроения и практической космонавтики мне хочется принести глубокую благодарность вам за ваш замечательный труд я думаю что еще не одна космическая дорожка начнется доложена вашим разумом и вашими золотыми руками армии